Сотрудники историко-краеведческого музея совместно со Славинской муниципальной телерадиокомпанией продолжают акцию «Живая книга памяти», которая проводится в рамках годовщины 70-летия Великой Победы. О судьбе ветерана Великой Отечественной войны Афанасия Федоровича Лелиса, его жизненном и боевом пути смотрите в материале Надежды Неткачевой и Георгия Калинина. По биографии Афанасия Федоровича Лелиса лучше, чем по учебнику можно изучать историю СССР и Великой Отечественной войны. Родился он в 1918 году. В 1939-м сын крестьянина Бедника из Одесской области стал красноармейцем. Я был призван в армию в 1939-м году и в 1941-м должен был вернуться домой после армии. И тут грянула война. Я так и остался домой, не возвращался, а все время на фронтах. Какие я могу перечислить? Например, начал службу с Приволжского военного округа. Это город Сызрань, в Сибири. Полгода прослужил и отправили, не закончив даже службу там, отправили помогать там освобождать людей, находясь в блокаде в Ленинграде. Доехали мы туда, расположили. Пять длинных дней рыли пока траншеи, чтобы включиться в борьбу с немцами. В это время почему-то меня приглашают в штаб части. Я возвращаюсь, иду в штаб. Там направляют меня в Москву. Оказывается, под границей нашего Советского Союза подходила румынская армия. В конце августа полк был перемещен в город Нахичевань. На второй день после прибытия поступил приказ об отправке полка на фронт в составе 76-й горно-стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Боевая задача взвода была в обеспечении надежной связи между батареями. Раннее утро 27 сентября 1941 года Афанасий Федорович запомнил на всю жизнь. Для него это был первый бой. Как вспоминает ветеран, в тот день рассветную тишину разорвал сильный беспрерывный обстрел наших позиций вражеской артиллерии. Следом за артиллерией по нашим позициям прошлась авиация противника. Отвоя снарядов, мин, взрывов и грохота содрогалась земля. Не успели улететь вражеские самолеты, как в атаку под прикрытием пехоты пошли танки. В тот день полк, в котором и находился Афанасий Федорович, отразил еще четыре танковые атаки. Но были большие потери. Сотни убитых и раненых. Но враг так и не смог прорвать оборону. Идет площадь, по этой площади войска проходят, в том числе и наши. А справа и слева ихния гневые точки были. Они не давали возможности проходить нашим войскам дальше. Огнем перерезали дорогу и все. И вот командир вызывает меня. Еще четыре человека, всего пять человек. Дает задание, чтобы как-то подойти сзади к этой огневой точке, забросать гранатами и дать возможность нашим войскам проходить вперед. Первый бой, который был самый насыщенный, это я уничтожали мы огневую точку, которая расположена была на горе. Она, перестрелка была такая, что нельзя было проходить нашим войскам вперед. Вот эту точку у него, я ее вместе с ребятами затушил, получил за это вот тут орден честь войны первой степени. Со слезами на глазах Афанасий Федорович вспоминает, когда пришлось под авиационным и орудийным обстрелом преодолевать водную преграду. Реку Дон в районе города Серафимович. Мосты переправы были разрушены. Солдатам была дана команда орудия вывести из строя, переправиться на левый берег, кто как сможет, и там занять оборону. Переправиться надо было, это такое дело. Мы с пушками подошли к этому, к берегу, а дальше надо перейти на ту сторону через реку. Ну, у меня такая команда была, я ее повторил. Затворы у пушек надо было уничтожить, чтобы они не могли стрелять сразу. Смотрю, сзади, недалеко, кавалерийский эскадрон шел. Он подходит к реке, и я тут нахожусь. И поднимаю руку, увидел кавалерий, что я прошусь подвезти. Он дал ногу свою, опустил, и говорит, цепляйся за это. Я уцепился, и таким образом переплыл дон без потерь для себя. А многих пришлось получать потери незаслуженно. Ну, что сделаешь? Война есть война. С декабря 1941 года по осень 1942-го полк вел постоянные оборонительные бои на линии обороны Харков-Сталинград. В боях полк понес большие потери, как в личном составе, так и в орудиях. Военные действия на этом участке фронта закончились 2 февраля 1943 года. Афанасий Федорович был награжден медалью за боевые заслуги и медалью за оборону Сталинграда. Собрали нас, кто поодиночке переправлялся, сначала в столовую, потом до утра переспали там кое-где, кое-как, кто мог, кто в снегу. У нас полушубки были теплые, валенки, шапка. Я попал в то время под Сталинградом, когда уже наша страна более успешно начала справляться с немцами, ну и обеспечила свои войска и одеждой, новой, сапоги, валенки, шапкой. Немец попадается в плен, просто смотреть не стыдно на него. В туфлях, в фуражке, дрожит весь. Вот это я заметил. Ну, держались они сколько могли, а так в основном, конечно, наши там победили. Сила уже за нами. И пошли дальше. После победы наших войск под Сталинградом дивизия Афанасия Фёдоровича участвовала в боях под Курском. Здесь, допустим, советские войска. Здесь немецкие, там опять советские. Вот они хотели нас, эти две стороны, уничтожить. Тогда свободно пошли бы и Курск взяли бы и пришли бы до Курска, до самого города. Ну, благодаря тому, что мы были вооружены лучше. Это уже конец 42-го года был, оружия нас хватало, оружие хорошее, автоматическое. Ну, и артиллера была хорошая. Так что на Курской дуге мне, можно сказать, повезло. Но жанения там не получил. Военная биография Афанасия Фёдоровича продолжилась на Ленинградском фронте. Там, во время боя в городе Шауляй, он был контужен, наступил на мину и получил тяжёлое ранение в левую ногу. Девять месяцев провёл в госпитале. Таким образом, знаменательный день в капитуляцию фашистской Германии Афанасий Фёдорович Лелес встретил в госпитале. Я, значит, до Дня Победы находился в госпитале. А потом, считая, что вылечили, выписали меня опять назад в свой госпиталь. Я там лечился. И в это время сообщают, что война закончилась. Короче, День Победы для меня – это такое счастье, что я не знаю. Ведь, по сути, без ноги остался, а эта нога и сейчас страдает. Вот. И вдруг День Победы. Тут люди веселятся, танцуют, поют, кричат. Но на этом война для ветерана не закончилась. Вместе с другими советскими войсками он ставил точку во Второй мировой войне, громя японцев в Маньчжурии. В мирное время Афанасий Фёдорович вёл общественную работу до 90 лет. Сейчас Афанасию Фёдоровичу 96 лет, и он старается радоваться каждому новому дню. Рассказывает подрастающему поколению невыдуманные истории войны, которые навсегда остались в его памяти. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова